Рассказывал вам о дее, помните, максимум, минимум, бочке, да? Сейчас давайте займемся делом, в общем, в некотором смысле более скучным, но без него никак нельзя. Давайте, в принципе, объяснимся, что такое вещественное прямое и что такое вещественное число, что такое функция и так далее. Эта тема совсем не простая. Почему? Потому что иногда вас интересует множество вещественных чисел, вы не можете сказать, что вот вещественное число это такой вот объект, который состоит из того, того, того и того. Объясняю. Вот что такое число 5? Понятно, что такое число 5. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 5. Нужно, конечно, объяснить, что вот если такое 5 единица, ну, не проблема. И любое целое число получается так вот из единичек, да? А что такое отрицательное число? Ну, это надо перед ним неизвестить. Потом, конечно, надо объяснять, как устроена операция и так далее. Надо объяснять, как устроена дробь и так далее, и так далее, и так далее. Но это все в пределах алгебры. Помните, да, что такое дробь? По сути, да? А это целое число А и 2 мм? Нет. Смотрите, для дроби забавная вещь. Дробь А разделить на Б это то же самое, что дробь АН делить на БМ. Согласны? Это все не так просто. Где Н и любое целое число. Вот давайте, скажем, 2 третих это то же самое, что 4 шестых. Правильно? И 2 третих это то же самое, что 6 девятых. Какое же настоящее определение дроби? Решение уравнения? Нет. Ни в коем случае. Потому что решать уравнение надо в каком-то множестве. Ребята, настоящее сравнение такое. Мы говорим, что два таких выражения являются одним и тем же, тогда и только тогда, когда АД равно процент. Понятно? Нет. Вот если такое равенство верно, то мы говорим, что две дроби равны. Но при этом, естественно, в АД целые числа, и естественно, что В не равно углу, и Д не равно углу. Знаете? Так что, в принципе, даже когда объясняют, что такое дробь, уже есть. Ну, если честно, даже когда объясняют, что такое отрицательное число, как у него есть, потому что нужно проверять, что эта операция правильно устроена и так далее. Но, ребята, еще раз, это все, что называется, мелочи. Это все происходит на языке алгебры. Это все несложно. А вот по-настоящему тяжело это переход от рациональных чисел к числам веществ. Потому что возникает понятие предел. И вещественное число, ну, можно несколькими разными способами определять, один из способов это бесконечная десятичная тропь. Но, правда, опять не просто бесконечная десятичная тропь, а еще надо договориться, что когда есть забор девятра бесконечный, то это то же самое, что, понимаете, да? То есть 0,9999, это то же самое, что 1,00000. Вот. Это один из способов. Между прочим, один из худших способов. Потому что доказать правила арифметических действий для арифметичных тропин занятие непростое. Вот если вот так по-настоящему все доказывать, то очень непросто понять, почему же так. Есть еще несколько других конструкций о построении множества вещественных чисел. И вот давайте я сегодня немножко об этом поговорю. Хорошо? Это трудная лекция. Совсем, правда, совсем трудная. Вот. Но, с другой стороны, это полезно. Просто понимать, что с логической точки зрения, просто сказать фразу, рассмотрим произвольное вещественное число, это не так уж и просто. Оказывается, для того, чтобы вам понять, все-таки надо начать с перехода от натуральных чисел к целому. Без этого очень трудно понять следующий переход. Смотрите, вот множество натуральных чисел содержится в множестве целых чисел. Так? Множество целых чисел содержится в множестве рациональных чисел. Множество рациональных чисел это часть множества вещественных чисел. Так вот, здесь есть три перехода. Вещественные числа содержатся в комплексных, а в комплексных содержатся в патальмонах. В принципе, там еще есть потом октавы, но это уже сильно специальная штука и они редко нужны. Интерноды нужны очень часто. Комплексные числа нужны всегда. Вещественные числа без них вообще никак. Рациональные числа все знают, целые числа тем более все знают, но нормальные числы. Так вот, переходы такие. Вот этот переход, что называется алгебраический, я вам сегодня расскажу. Этот переход тоже алгебраический, я вам тоже расскажу сегодня. Этот переход тоже несложный, тоже алгебраический, я вам не буду рассказывать. Просто по времени никак не успеем. Главное, почему я вам не буду рассказывать, потому что перед этим надо это сделать. А вот этот переход очень тяжелый. Очень тяжелый, очень интересный. Его можно делать по-разному, но в любом случае он тяжелый. И дальше, дальше уже здесь тоже алгебраический переход, здесь тоже легко. Так что вот настоящее трудное место, вот это. Начали это рассказывать детям, студентам в девятнадцатом веке. Была такая великая фамилия Вейерштраз. Нет, ну не то, что он придумал, но вот он впервые стал рассказывать по-настоящему хорошо. И нужно здесь знать следующие слова. Дедедединдова сечения. Я не буду рассказывать, что это такое, но вы знаете, что такое есть. Пополнение. Это вот два разных способа рассказывать. И там, где пополнение, там последовательность, сходящаяся в себе. Здесь что такое сходиться в себе. Оказывается, такое есть. Так, ну все, это была реклама. Да, теперь поехали. Господа, это первое и самое главное, что я переходит. Представьте себе, что вы знаете все о натуральных числах. Ну, то есть, умеете их складывать, умеете их умножать. И из большего числа умеете вычитать меньше. Отлично. Как бы вы в таком случае определили понятие целое число? Ну, есть такой замечательный подход из школьного учебника. Целые числа, это натуральные числа, ноль и отрицательные числа. Этот подход совершенно замечательный, если просто так его сказать. Но он потрясающе неэффективный, если пытаться действительно все доказать. Объясняю. Вот есть такое равенство. Есть такое равенство? Скажите, пожалуйста, а сколько вариантов вам придется рассматривать, если вы будете доказывать это равенство для целых числ? Четыре. Значит, число А может быть. 8 на 8. Положите, ну, отрицательный, ну, нулёк. Число Б может быть. Положите, ну, отрицательный, нулёк. И что еще интересно. То есть, если они разных знаков, этого военных случаях, да, то важно, они равны или какое из них лучше. То есть два варианта, еще каждый на 3. Очень много. Ну, не то, что очень много, ну, 13-14. И они все простые. Но 13 вариантов перебирать нужно. На всякий случай, кроме вот этого равенства, которое называется коммутативность сложения, есть еще ассоциативность. 27 вариантов. Если не углубляться в то, что там больше-меньше. Ну, вот, ну, еще полсотни вариантов здесь есть. Понятно, да? Там кто-то из них больше, кто-то меньше, а кто-то сумма больше-меньше. Вот. И это надо все честно дописывать. Если уж мы считаем, что занимаемся математикой, то должны доказывать все. Надо сидеть и все эти, так сказать, 27 плюс вариантов перебирать. Вот. Ну, вот, там есть еще другие варианты. Типа А он нужен на Б, а он был нужен, да? С этим будет намного легче, потому что там определение умножения, оно легкое. А вот А он нужен на Б плюс С, а для один из этих вариантов. В общем, ребята, хотелось бы иметь естественную конструкцию получения целых чисел из натуральных. И такая конструкция есть. Она абсолютно естественна, если подумать. Целым числом разумно называть разность двух нутров. Не надо вводить отдельно понятие положительное или отрицательное число. А давайте считать, что если А и Б натуральные числа, то мы строим новый объект А в черточках Б. Здравствуйте. Для вас повторяю, что мы сейчас сделаем. Я рассказываю, как строго получить множество целых чисел из множества натуральных чисел. Кстати, получение множества натуральных чисел – это отдельная песня. Это огромная наука под названием математическая логика. Там есть… А? Что я не слышу? Математическая группа тоже есть. Математическая что? Группа. Вот нет. Группа. Совсем другое. Ага. Есть наука о том, как же описать натуральный ряд. Там есть такое понятие аксиол и пиано. Называется, соответственно, арифметика пиано. И много всего интересного. На Маломахмате совсем недавно был цикл лекций о теореме Йода Леони в полноте. В общем, там много всего тяжелого и непростого. Я не хочу сейчас в это углубляться. Главное, что надо запомнить про натуральный ряд, что самый-самый-самый главный аксиомой там является аксиома индукции. То есть там есть такие простые естественные аксиомы. Плюс такая мощная аксиома индукции. И огромная наука, математическая логика. Если я сейчас про нее начну говорить, то на этом наш курс и кончится. Потому что там очень много всего тяжелого. И поэтому я считаю, что натуральный ряд – это что-то очевидное. Потому что просто иначе мы не закончим. Итак, считаем, что с натуральным числом мы все умеем делать. А теперь, что такое целое число? Это а минус б. Просто такая формальная запись. А черточка б. Вот, например, что такое целое число 0? Это а минус а. Только внимание, а при этом любое. И сейчас мы подходим к очень важной вещи. Так, ребята, я это рассказываю не потому, что мне так интересно рассказать о целых числах. А потому что конструкция, о которой я сейчас рассказываю, на самом деле при переходе от национальных чисел к вещественным тоже будет работать. Просто там она гораздо более сложная и за ней труднее проследить. А если вы ее поймете… Ну, все-таки вы знаете, что такое целое число по правде? Если вы для целых числа ее поймете, то, соответственно, легче будет разобраться с переходом от национальных к веществам. Так вот, все-таки на самом деле это не а минус. А это все выражения такого вида. 1 минус 1, 2 минус 2, 3 минус 3, 4 минус 3 и так далее. То есть это то, что называется класс эквивалентности. Отвлечься от всего моего рассказа и поговорить о том, что такое отношение эквивалентности и разбиение множества на класс эквивалентности. Вот представьте себе, у вас есть какая-нибудь территория, которая разбита на несколько пусков. Так, нормально? Неважно, как. Множество какое-то разбито на несколько подмножеств. Ну, например, можно взять всех людей и разбить по годам рождения. Можно? Или мальчики-велочки. Или россияне и все остальные. Что? Есть такое? Другое разбиение. Россияне отдельно. Австралийцы отдельно. Нет, нет. И все остальные отдельно. Ребята, принцип может быть любой. То есть разбиение таких огромное количество. Важно, чтобы любой элемент однозначно куда-то прописан. То есть он входит ровно в один из кусков. Ровно в один из классов эквивалентности. И когда у нас есть два элемента из одного куска. Какой-то элемент А, какой-то элемент В. Давайте говорить, что они находятся в одном классе эквивалентности. Понятно? Угу. Скажите, пожалуйста, каким свойством тогда обладает вот эта вот штучка? Это, этот актив. Он обладает, на самом деле, тремя очевидными свойствами. У них есть название. Это надо обязательно запомнить. Они очень понятны. Рефлексивность. Любой элемент находится там, где он находится. То есть вот, если какой-то элемент находится в одном из кусков, то он находится именно там. Симметричность. Это тоже очень просто. Если у вас какой-то элемент находится в другом месте, то и тот с ним тоже находится вместе. Если А находится там же, где Б, то Б находится там же, где А. Вот. И еще есть одно свойство очень важное. Представьте себе, что А и Б находятся в одном месте. И Б находится в одном месте с каким-то элементом С. Что в такой случае? А находится там же. Называется транзитивность. Очень просто. Если А и Б находятся вместе в одном классе, и Б и С находятся вместе, то в таком случае А и С тоже находятся вместе. Все равно, да? Вот этот знак считается И. Все просто? Любое отношение эквивалентности удовлетворяет этим трём свойствам. То есть, когда разбили любым образом на подножество, и сказали, что это означает, что они попали в одно и то же, то, конечно, рефлексивность, симметричность и транзитивность есть. Так вот, оказывается, что и наоборот. Если у вас про некоторые пары известно, что они связаны и выполнены вот эти три свойства, то в таком случае мы получаем разбиение. Это совсем просто. Смотрите. Давайте я забуду про эту картину. Я не знаю, как она постоянно делает и так далее. Но просто у меня есть вот такая система. Лучше себе представлять, что между элементами натянут веревочные такие. Тогда я делаю очень простую вещь. Я беру в любом месте твой элемент и для него рассматриваю все, которые... Давайте... Множество таких B, что A связано с B. Понимаете? Всё, с чем A связано... Всё, что может стоять на этом месте. И давайте будем называть это множеством, построенным по A. Понятно, да? Угу. Отлично. Вы понимаете, что число A входит в множество, построенное по A? Почему? По реализованности. Так? Так. То есть, по крайней мере, один элемент там есть. А вот теперь очень важная вещь. Берём какой-нибудь элемент отсюда и по нему строим такую же штуку. Ну, понятно, да? От него смотрим все, куда подойдешь. Я утверждаю, что это будет ровно то же самое. Почему не будет то же самое? Да просто по транзитивности. Потому что, смотрите, если A связано с B, то по симметричности B связано с A. Если A с чем-то связано, то по транзитивности и B будет с этим связано. Наоборот, если B с чем-то связано, то по транзитивности A будет с этим связано. Все. Значит, если вы для любого из них строите, соответственно, такое же множество, то оно совпадет с тем, которое вы только что построили. Наоборот, если вы берете где-то и строите там, то оно не сможет пересечься с этим. Почему? А потому что если бы оно пересеклось, то нашлось бы элементы, которые и с A связаны, и с этим связаны. Но тогда по транзитивности они были бы связаны, а это значит вот то самое. Так, идею поняли? Почему это полезная штука? Рефлективность, симметричность, транзитивность. А потому что вообще рассуждать о том, что мы что-то разбили на классы, чаще всего понятно, о чем я скажу. Но если возникают хоть какие-то вопросы, а вот мы там объяснили, что мы там так-то порезали на русский, а вот правильно мы порезали, то есть простой способ просто по списку проверять. Рефлексивность есть, симметричность есть, транзитивность есть. И если есть все эти три свойства, значит все получилось. Так? Так вот, да, нашему определению целого числа. Господа, мы в каком случае скажем, что разность A минус B такая же, как разность X минус Y? Давайте даем определение. Вот у меня написано натуральное число A, натуральное число B, натуральное число X, натуральное число Y. В каком случае будем считать, что вот эта запись означает то же самое, что это? Внимание, нужно обойтись без знака минуса. Потому что считается, что плюс у нас есть, минус у нас есть, минус у нас нет. Конечно, считается, что A плюс Y равно B плюс X, это вот то же самое. Естественное определение? Естественно. И вот теперь давайте аккуратно будем проверять. Рефлексивность есть или нет? Рефлексивность это значит, что A минус B это то же самое, что A минус B. Почему она есть? Потому что A плюс B равно A плюс B. Да. Есть флексивность? Есть. Хорошо. Теперь давайте проверять симметричность. Пусть у меня A минус B и X минус Y это одно и то же. Давайте проверим, что в таком случае X минус Y это то же самое, что A минус B. Да? Да, потому что X плюс B равно A плюс Y. Правильно? Да. Замечательно. Теперь штучка чуть-чуть посложнее. Давайте посмотрим, что A минус B мы знаем, что это X минус Y. А X минус Y это то же самое, что A минус B. Вот это данное. А что может доказать? Что A минус B это то же самое, что A минус B. Поехали. Вот что означает первое титра? A плюс Y равно B плюс Y. А плюс Y равно B плюс Y. Что означает второе титра? X плюс B. И это, это Y плюс Y. Ну, для нормальных числа мы знаем, что сумма независимых порядков, поэтому это не важно. Хорошо. А нужно нам, нужно нам доказать, что A плюс B это то же самое, что B плюс A. Ну, посмотрим, что сделать сюда. Я думаю, надо просто эти разницы сложить. Да. Когда вы их сложите, то слева будет A плюс B плюс X плюс Y. А справа будет B плюс A плюс X плюс Y. Вот это X плюс Y их надо из обеих частей убрать. Считается, что для натуральных числа мы все знаем. А это все правильно. Получилось? Да. Значит, транзитивность я тоже доказал. Вот и все. У меня получилось, что это действительно отношение к эквивалентности. Понимаете? А это отношение к эквивалентности. Теперь, что нам с вами нужно сделать? Ребят, я специально тебе скажу медленно, чтобы вы потихонечку привыкали к этому вещам. Мы знаем, что для натуральных чисел были операции плюс и умножить. Для целых чисел мы хотим, чтобы были операции плюс должен остаться, умножить должно остаться и на самом деле еще должна появиться операция минус. Так? Давайте хотя бы объясним, что такое плюс. Вот представьте себе, у вас есть а-б и у вас есть а-б. Вот это одно целое число, точнее это не целое число, это представитель класса эквивалентности. Еще раз говорю, 2 минус 5 это считается то же самое, что 22 минус 20. Понимаете, знаете? Вот это считается отождествленным. Ну, понимаете, в одном случае минус 3 получается, да? Мы же рассматриваем всевозможные выражения вида а-б и при этом такое отождествляя статью тогда и только тогда а плюс у равно b плюс x. Итак, берем вот такую штуку. Берем такую штуку. Что такое x-сумма? Определение, что такое x-сумма. Подумайте. Что такое сложить два целых числа? Получиться какое-то целое число. Не слышал. Должно получиться какое-то целое число. Правильно. А что такое целое число? Это натуральное, а знак минус натуральное. Ну, как это записать? А-б и у с альфа? Конечно. Ребята, определение звучит абсолютно естественным образом. Надо а-б и у с альфа сложить как натуральные числа. А вот теперь обратите, пожалуйста, внимание. Когда мы сдали это определение, то вообще-то мы должны доказать, что это определение правильное. И это будет некоторая возня. Поскольку она очень простая, я ее сейчас проведу, чтобы вы поняли. Смотрите, в чем идея. Вот вы берете представитель, складываете с другим представителем и получаете третий. Так? А что будет, если вы замените? Напишите не так, а какие-то другие возьмете числа. А штрих минус б штрих. Альфа штрих минус б штрих. И здесь, соответственно, а штрих плюс альфа штрих минус б штрих. Минус б штрих плюс б штрих. Поняли? А вдруг получится другой ответ. Как это реально проверить? Да очень толстая. Это нужно доказать. Так, видите, альфа. Если а минус б штрих, это то же самое, что а штрих минус б штрих. И при этом альфа минус б штрих у нас эквивалентно альфа штрих минус б штрих. Поняли, да? Вот это надо проверить. Это чрезвычайно просто. Нужно просто написать, что это означает. Как сказать, что это означает? Что делать через альфа штрих прямой Альфа плюс б штрих Альфа плюс б штрих Альфа плюс б штрих И вот это это 알фа плюс бета штрих Равно более бета плюс бета штрих и надо из этого вывести вот так ужин что а плюс альфа плюс b-крик плюс бета-крик равно b-крик плюс альфа-крик плюс альфа-крик конечно надо сложить тут левую часть и правую часть оно и получится это очень просто с другой стороны важно понимать что логически это необходимо если вы собираетесь говорить строго что вы знаете что это целое число то эта проверка была необходима я сейчас только что доказал корректность определения сложения я не думаю что мне хватит терпения доказывать подряд все ну давайте хотя бы так давайте напишем что такое произведение представьте себе что у меня есть одно целое число и у меня есть другое целое число что такое их произведение ну подумайте совсем просто а? вы собираете? а умножить на х молодец дальше а умножить на х а умножить на х а плюс а и умножить на х что нужно а умножить на х tr нейтральное, а мы их умеем умножать и складывать. И это настоящее нейтральное число. Ребята, вы понимаете, что для доказательства корректности умножения нужно доказать, что если вот это число представлено в виде а' минус б' Слушайте, наверное, это будет последнее, что я сделаю на эту тему. И это из-за чего? Здесь написано все то же самое, но со штрихами. Нет, но и теперь уже начинает окачивать. Вообщем, есть люди, которые, наоборот, испытывают абсолютную радость, когда этим занимаются. Когда я был студентом, был такой камыни преподавательной матерью. Тогда компьютеров не было. Соответственно, либо лектор издавал книжку, но это непросто. С издательством надо все долго-долго вычитывать и так далее. Либо он должен был просто любым образом на листах размера А4 сделать, и потом ему то, что называется «ортопринт». Копируют, да? Так вот, ужас всего мехмата. Когда мы приходили в читальный зал, брали записки лекций Камынина и обнаруживали, что там есть много страниц, на которых нет ни одного слова. А только формулы. При этом формулы он считал необходимым выписывать там по много раз подряд. Ну, как если бы я действительно все здесь доказывал, совсем все, да? Вот. И не считал необходимым выписывать слова. Таким много страниц, формулы, 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 формулы. Для любого эпсила он существует, дельта такой же. Нет, иногда бывают слова. Там типа запятая, поэтому. Потом опять формулы. Потом еще пописал, пописал, опять. Вот. То есть абсолютное отсутствие текста и огромные формулы. В общем, реально по его запискам практически никто не учился. Потому что все-таки люди любят слова, да? Ну, вот сейчас я, в общем, его буду подражать. Ребята, что, что называется, дано и что нужно доказать? Ну, дано, что это то же самое, что х. Что это значит? А плюс В штрих равно В плюс А. Дано, что это эквивалентное этого. То есть х плюс y штрих это y плюс. Отлично. Что нужно вывести? Ну, очень просто. Нужно вывести из этого, что Ах плюс В икс штрих плюс А штрих икс штрих равно А штрих икс штрих плюс В штрих икс штрих плюс В икс плюс В икс. Так, господа, посмотрите, пожалуйста, внимательно. И поймите, что вообще-то это должно быть и чем-то. Вот почему не знаю, но чувствую, что это должно быть и чем-то. Ах, может быть, это произведение. Ну, произведение чего? Это нужно верхнее умножить на нижнее. Чего? Нет. Нет. Верхнее умножить на нижнее? А плюс В штрих умножить на е плюс y икс штрих. В икс штрих умножить на � плюс у икс штрих. Я не знаю, как это делать. Я это сейчас делаю неэрегантно, просто для того, чтобы с этим ужасом возвращаться. Значит, неэрегантно это делается так. Вот из этого равенства пишем, что B' это B плюс A штрих минус A. Это правда? Замечательно. Вот из этого равенства пишем, что Y' это Y' минус X. При этом вот этот минус, это не обозначение для целых чисел, это настоящий знак минусы, а он правильный чисел. И после этого просто вот в это равенство теперь подставляем. АX плюс BY плюс B плюс A' минус A' плюс А' плюс Y' плюс X' Вот надо проверить, что это то же самое, что А'Х' плюс В'А' минус А, чуть у нас дальше будет, это я написал, да, В' штрих, У' плюс В' минус Х плюс В'Х плюс А'. Вот надо это проверить. Давайте пытаемся это проверять. Что такое А'Х'? Кажется, что сверху нет А'Х' А'Х' это вот это. Классно? Что такое В'Х'? Вон оно есть. В'Х' это вот это. Видите? Да. Так. Что такое В'Х'? Что такое А'Х'? То же там, то же скобка. То же там, то же скобка. То же скобка. То же скобка. Вот это вот есть вот. А'Х' есть? Да. Есть. Недолго осталось. А'Х' Есть. В скобках. В скобках. В скобках. И дальше А'Х' И, наконец, минус А'Х' И, наконец, минус А'Х' Ну там же. Там же. Вот это. Да. Так. И осталось. Так. Видишь, что нет? Осталось. В'Х' сокращается? В'Х' сокращается? В'Х' вот здесь с плюсом, а здесь с минусом. Да. Видишь? Да. Замечательно. А'Х' здесь с плюсом, а здесь с минусом. Ну, вообще-то всё. Ага. Ну что, ребята, правда, что удовольствие универсреднего? Правда? Да. Вот это называется строгий курс математического анализа. Что важно понимать? Что действительно это можно сделать. Я, безусловно, больше не потрачу, потому что это не очень классно, но как бы выписывать страницы вот этих штук, это скучно. А главное, что, разумеется, целые части существуют. Разумеется, всё там нужно проверить. Так, а то, что нам ещё много чего проверять, понимаете? Надо представлять ещё закон. Амутативность сложения, коммутативность умножения. Это всё легко, но вот так же. И вот, дистрибутивность. А умножить на В плюс С, это АВ плюс С, да? Вот. Но, ребята, ещё раз. Честное слово, видно, что никакого научного смысла в этом нет, правда? То есть, ну, это всё верно. Считаем, считаем, считаем. А что же у нас... Всё-таки произошло. А произошло главное. Мы поняли, как, если бы у нас было ещё два часа времени, можно абсолютно строго объяснить построение целых чисел из натурального. Поняли? Поняли. Сейчас я, буквально за пять минут, объясню, как такая же конструкция работает для рационального числа. Давайте. Вот есть у нас... Профессиональное число будем записывать в виде дроби. Какое отношение надо вводить для них? Да, считается, что целые числа уже построены. А для них надо вот так вводить. Дробь эквивалентно другой дроби, когда ау равняется в х. Так? А как складывать дробь? Что это такое по определению? 200 плюс. ау плюс х делить на в х. А между прочим, вы знаете анекдот об интернете последнего времени? Вот об этой штуке. Нет, и человек записал видео, в котором он рассказал о математическом чутье. Что вот если взять одну дробь, взять другую дробь, вот так вот перемножить, вот так перемножить, сложить, а внизу взять произведение, то получится сумма дроби. Вот, ребята, я не помню, сколько у него там лайков и перепостов, важно, что это количество измеряется миллионами. Не штуками и не словами о том, что почитаю учебник для не очень старших классов школы, а миллионами. А что это означает? А это означает, что огромное количество миллионов людей действительно не знают, как складывать дробь. Что это, собственно говоря, и есть правило. Все поняли, почему они умудрились закончить школу и так и не понять, как складывать дроби. Потрясающая вещь. Рассказываю. Дело в том, что есть такие люди, методисты. И методисты не могут позволить, чтобы дети просто учились. Они хотят, чтобы дети обязательно, когда складывают дроби, то нашли бы наименьшее общее кратное знаменатель. После этого привели бы к этому знаменателю и уже потом бы сложили. И человек, который бы дрессирует на это самое наименьшее общее кратное, разумеется, забывает о том, что вообще-то в качестве этого знаменателя по игре годится не хуже любого другого. И, кстати, если смотреть по усилиям, то нахождение наименьшего общего кратного, это, конечно, не так долго. Потому что есть алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя. Но, с другой стороны, если вспомнить любимую школу, то они же там алгоритм Евклида не рассказывают. И поэтому дети должны для нахождения наибольшего общего делителя разлагать на простые множители. А это уже трудная задача. В общем, по-настоящему трудная. Если алгоритм Евклида работает быстро для больших чисел, то разложение на простые множители – это известнейшая трудная задача. Есть даже надежда, что она вообще быстро не решается. И так далее, и так далее. То есть, смотрите, благодаря усилиям методистов, то, что казалось бы просто очевидным, что является определением суммы терапии, для миллионов людей превращается в абсолютное чудо. И так, оказывается, можно. Так, ну ладно, значит, на самом деле, конечно, так можно. Так что же нужно, по факту, доказывать? Ну, то же самое, корректность. И действие. Что такое корректность? То есть, если у вас есть а-штрих и б-штрих, вот эти дроби равны, плюс х-штрих и у-штрих, да, вот так вот, вот. Нужно доказать, что в таком случае эти равны. Давайте я вытушу все-таки, что же это такое. Что такое корректность сложения дроби? Итак, что нам дано? Нам дано, что а-б-штрих равняется б-а-штрих. Дано, что х-й-штрих равняется y-х-штрих. Вот это дано. А что нужно доказать? Что а-б-штрих плюс б-штрих умноженное на б-штрих и у-штрих равно а-штрих и у-штрих плюс б-штрих и у-штрих умножить на б-штрих. Давайте посмотрим, это трудно или нет. Но, по-моему, это не должно быть трудно. Вот давайте, если раскрыть скобки, то что здесь получится? а-б-штрих и у-штрих плюс б-б-штрих и у-штрих. Надо доказать, что это то же самое, что а-штрих и у-штрих б-и-жえ плюс б-штрих и x-штрих б-и-жегег. и вот теперь давайте смотреть почему вот в этом месте АВ штрих заменяем на BH и получилось вот это хорошо а в этом месте XY штрих заменяем на YX штрих ну и опять для дробей надо проверять те самые формулы я считаю что идею строения целых чисел рациональных чисел я вам объясню